Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим говядину с помидорами и картофелем. Это блюдо может быть как на праздничный стол, так и на повседневный. Итак, нам потребуется 700 грамм говядины, 1 килограмм 300 грамм картофеля, 500 грамм помидоров, 100 грамм сладкого перца, он у меня замороженный, сегодня уже мелко порезанный, 30 грамм сливочного масла, 160 миллилитров холодной воды, подсолнечное масло, смесь перцев и соль. В готовое блюдо я добавлю еще чеснок и зелень. На дно чаши мультиварки наливаем подсолнечное масло, где-то 3-4 столовые ложки, то есть достаточно много. Далее выкладываем крупно порезанные помидоры, то есть помидоры выкладываем на масло. На помидоры выкладываем говядину. Самое главное, чтобы помидоры не соприкасались с картофелем, то есть распределяем мясо, закрывая все помидоры. На говядину сверху нарезаем сливочное масло кусочками. Говядина достаточно постное блюдо, поэтому лучше брать шейную часть, реберную часть говядины, где встречается жирок. Ну и, конечно, все равно добавляем сливочное масло. Масло распределяем также по говядине сверху. Сверху говядину посыпаем специями, но чайная ложка, можно чуть меньше по вкусу. Не перемешиваем. Далее посыпаем перцем, у меня заранее замороженный, предварительно его не размораживаю. Хочу обратить внимание, что соль я не добавляю, соль будем добавлять минут за 15 до окончания программы. Сверху выкладываем крупно порезанный картофель. Так как у нас говядина, блюдок будет готовиться долго, картофель режем крупно. Помидоры, соответственно, тоже резали крупно. Говядина у нас будет готовиться в овощном соке, она пропитается вкусом и ароматом овощей. Снизу помидоры, сверху перец. Добавляю холодной воды. Так как помидоры дадут сок не сразу, должна испаряться жидкость, поэтому добавили воду. Закрываем крышку мультиварки. Говядину буду готовить на ручном режиме. При температуре 110 градусов, полтора часа. Так, температура. Время. Можно готовить на режиме тушения, тогда потребуется 2 часа. Нажимаем старт. Минут за 15 до окончания программы добавим соль. Можно добавить чеснок. Я буду добавлять чеснок уже в готовое блюдо порционно. И все перемешаем. До окончания приготовления осталось 15 минут. Добавляем соль по вкусу. Все аккуратно перемешиваем и оставляем доготавливаться. Чеснок можно добавить сейчас вместе с солью, а можно в конце приготовления уже в готовое блюдо. Время истекло. Вот такое блюдо получилось. Картошка, заметьте, держит форму, но при этом она приготовилась. Помидоры стали мягкими. Отдали весь свой сок. Мясо получилось прямо нежным, тающим во рту. Благодаря помидорам, которые расщепляют волокна мяса и делают их более мягкими. Как я и говорила, добавляем рубленый чеснок для аромата. Добавляем зелень. У меня укроп. Можно добавить петрушку, кинзу. Классическое сочетание мяса с картошкой никого не оставит равнодушным. Обязательно приготовьте это простое блюдо и вы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!